В проекте участвуют 4 медучреждения. Алтайский краевой онкодиспансер, городская поликлиника номер 3, Каменская межрайонная больница и Троицкая ЦРБ. Любой врач этих учреждений, независимо от его специализации, подозревая злокачественные опухоли у пациента или наличие у него высокого онкориска, будет оперативно передавать информацию специальным координаторам. Последний – направлять пациентов к онкологам для диагностики или лечения в течение трех дней. Ускорением этой маршрутизации на сложные диагностические исследования занимает служба сопровождения. Мы сейчас напрямую выходим на краевую клиническую больницу, раздвигаемся, соответственно, получается расписание на компьютерную томографию, на магниторезонансную томографию своих собственных стенок. Среди задач новой службы сопровождения онкобольных – обзвон пациентов для записи на уточняющую диагностику или госпитализацию. Во время самой терапии специалисты службы будут следить за состоянием больных. В том числе при проведении курса химиотерапии и в перерывах между циклами. Наблюдение продолжится и по завершению лечения – в ремиссии. На каждого пациента будет сформирована индивидуальная маршрутная карта диспансерного наблюдения, которую пациент получит на руки. Она уже есть. На все локализации опухолей. И причем, соответственно, в первые три месяца, в первый визит он должен получить обследование тета, и они обязательны для исполнения. Врачи надеются, что благодаря реализации нового проекта сократятся сроки обследования на онкопатологии и, соответственно, улучшится качество медицинской помощи. Добавим, если новая служба покажет хорошие результаты, к июлю к проекту подключатся все без исключения поликлиники и больницы края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.